девочки мои всем привет еще раз слушайте я хочу хотел сказать сейчас вот занялась короче в домашними делами хочу сейчас все в общем перри стирать вот снимаю постельное белье 2 ну не старая как говорится и вот смотрите какой прикол смотрите вот у нас кровать нам то есть вот в любом случае остается какие-то следы у нас и такая подкладка была на нашем матрасе и вот остается желтые слезы следы от пота вот я хочу постирать вот эту кстати часть но смотрите снимаешь ее да и так как у нас здесь подкладка была кстати от асконы шла вот такая вот качеством и соответственно у нас весь матрас он чистый то есть вот так вот снимаешь ее постирать и все и чистота и порядок вот сейчас за одну постирает учет мы давно уже ту не стирали вот . но сейчас меньше валяется и смотрите белоснежный ведь белоснежный просто остается полностью матрас вообще на самом деле вот если будете покупать матрас это конечно старайтесь чтобы все таки у вас была какая-то на матрасник или что-нибудь такой то что противном случае все вот эти вот следы так сказать жизнедеятельность любого человека то человек потеет а вот там биологические всякие следы они могут остаться на матрасе то есть простынки они не помогут так что вот так вот советую эти видите вот сколько у нас уже год с лишним вот этот вот матрас мы спим на этой кровати вот он все как новый ведь все хорошо я не помню по моему glen heaven или как так назывался и кстати говоря мы вот здесь вот делали вот такие штучки раскрутилась уже потому что матрас он скрипит вот такие штучки обязательно нужно делать вот эти вот подкладки который держит у нас же матрас у него такая система подъемного такого механизма вот то есть он вверху так поднимается ну кстати тяжелый конечно матрас не от одной очень сложно его сказать возюкать ну вот смотрите вот кровать а скона это мы брали в прошлом году кстати нас на канале есть обзор вот и благодаря вот это вот подкладки которые видите вот такая вот клееночек что ли вот очень хорошо сохраняется матрас причем нам ее не может сказать в тюхали потому что если бы мы ее не взяли то соответственно нас бы не было бы гарантии а так у нас там гарантии на этот матрас аж чуть ли не 30 лет вот и вот вовчик все про пролежал пролежу вот так вот ведь все в таком состоянии хороший беленький то есть вдруг продавать это вот у нас как новые то знаете сразу что телефон телефон держать стих лет ну вот так что сейчас все снимаю сейчас все буду стирать вот надо сейчас там еще погладить белье чем он сегодня домашние дела не знаю чем будем заниматься от себя еще постирать вот такие дела вот а вы как ухаживаете напишите мне просто интересно может быть кого-то тоже кровати какие там способы так далее кстати я думаю надо бы вторую участку вторую бы такую что купить когда я все раньше он долго сохнет все мои хорошие еще раз всем привет я снова с вами ну что у нас домашние дела давно я кстати собиралась сделать какие-то дела все никак не собралась так я хочу все-таки погладить вот эти вот красивые наши дорожки чтобы у нас было все супер все супер замечательно вот вовчик у меня там спит потому что он устал в воспитана устала но я мешать не стала что-то его разморил у нас прям дожди дожди подключила микрофончик включила этот давно кстати не гладила надеюсь у меня все получится надеюсь ничего не сожгу это вот у нас рогожка получается да от василька кстати мне от василька снова пришел этот что к нам едет новая посылочка это здорово многие ждут многим это нравится кстати мне тоже очень нравится там я кое-что опять детям заказала вот такие дела вот вован там дрыхнет ну ладно уж пускай дрыхнет какая-то спится он еще конечно еще еще побаливает вот но это можно понять сейчас знаете что-то сидела тут перекидывала перекидывала ролики а вот смотрела там разных блогеров ну знаете youtube мне постоянно что-то подкидывает такое интересное вот чтобы типа посмотрите оцените то есть но сопутствующие нашему контенту да а вот и попался мне один канал вот честно не хочу называть название да вот не хочу делать рекламу потому что сами понимаете я достаточно крупный блогер но мне не прислушиваются она просто меня как вы знаете поразила схожей ситуации да кстати знаете насчет дорожек хочу сказать немножечко не по моему подсели или мне кажется вот меня очень поразила схожей ситуации в общем попался мне канал один из каналов новеньких которые появились так сказать после общения так сказать с одним крупным блогером не с нами сразу скажу вся ситуация сложилась не с нами потому что очень многие любят думать что это я вот в парковок там про наши там случаи и прочее вот в общем провели они стрим не тот стрим про который все могут подумать в общем смысл в том что так сказать все вопросы все вопросы про вот того блогера да то есть но я думаю многие поймут про что я да и вот все вопросы вот про блогера про блогера про блогера хотя на самом деле человек вышел хотел пообщаться аудитории то есть там совсем молодой канал то есть ну который появился случайно скажем так вот и вот все вопросы про этого блогера вот там сидят вот она такая она секая вот она про вас это говорила она про вас то говорила как с ней можно общаться там то все и вот знаете вот я на самом деле во всей этой ситуации просто вот вижу себя да то есть вот вижу полностью вот ту же самую историю которая происходит с нами с нами с нашим каналом с каналом вот ну вот того блогера блин все все понимают про кого я говорю да вот и просто знаете меня просто вот задела вот эта вот вся система задела вся вот эта вот история и слова абсолютно одинаковые льются из так сказать от комментаторов от блогера который как бы которому в принципе все равно но все два часа про вот эту всю ситуацию и так далее вот одни и те же беседы что типовой там скорее все накручивают она это сказала на то сказал и так далее я почему к чему это все веду на самом деле очень многие люди а просто подвержены влиянию толпы да к сожалению вот этот стадный эффект да когда кто-то что-то сказал и начинается вот гонение как мне очень понравилась у нас одна комментаторша я не помню либо галина либо ольга сказали что объявляется так сказать враг народа да это как знаете в детском садике да что-то объявляется враг народа вот и один изгой и вот начинают вовсе травить сигнать вот он такой секой он про это сказал он про то сказал и в итоге получается что все темы вокруг этого человека то есть сплетни они такие то есть они распространяются и хрен остановишь вот и кто-то плюет на мнение толпы кто-то делает собственные выводы а кто-то вот ой она про тебя вот это сказал тогда и вот сидят и намного хуже когда знаете в эту всю тему вписываются мужики вот очень плохо когда мужики тоже вот я на самом деле знаете как бы очень разочаровалась разочаровалась в некоторых личностях которыми ну пришлось так сказать пересечься так но я не буду говорить знаете я не буду лезть в эту тему у меня свое общение с этим человеком там свое не хочу ну просто знаете я как бы ожидала другого просто знать когда все начинают против тебя ополчаться да то есть вот начинают тебя как-то задевать потрунивать ты такой секой но тем не менее получается так что ваша жизнь да вот этих вот блогеров которые там как грибы после дождя появляются по сути она никому не интересна она никому не интересна и всеми просмотрами да которые вы можете посмотреть на своем канале вы поймете вы не интересны людям вы интересны по факту общения с тем или иным блогером вот и если так сильно человек раздражает не нравится так не смотрите очень жалко что люди к сожалению к сожалению так сильно подвержена влиянию сплетен вот почему нельзя все конфликты он сайт как хорошо погладил красота чистенько почему нельзя все конфликты решить соответственно с глазу на глаз зачем все это выносить блогерская так сказать пространство зачем кормить этих троллей зачем давать им повод для обусоливания было же когда-то на нормальное общение зачем всю эту грязь выносить да и знаете случайно высказанные слова вот можно трактовать по-разному то есть возможно человек который сказал эти слова да он вкладывал совершенно в другой смысл совершенно другой не тот смысл который вам преподносит так сказать его недоброжелатели а а вот хейтеры так называемые да которые вот любят везде совать свой нос везде во все дела вот любит стравливать людей любит так сказать она про это про тебя сказала а он тебя называл земляным червяком и так далее вот начинается вот это вот а ты вот это ты вот это и причем знаете с чаще всего люди просто не решают конфликты так сказать между собой они это выносят блогерское пространство я стараюсь вот например знаете просто игнорировать очень многие темы обходить их стороной мне многие говорили что и на может быть стоит там сесть и выскажется там по одной теме по другой теме но честно я не хочу так сказать подвергаться этим сплетням я не хочу выяснять кто прав кто виноват оправдываться за что-то да вот потому что вот за три года на ю тубе я сделала вывод что никому ничего не доказать если человек что-то себе в голову так сказать в теле мяшил вот то него совершенно не убедить каждый видит только ровно то что хочет видеть да вот и точно так же как при убеждать кого-то там нас требует ой вот вы не женаты покажите свидетельство о браке ой вот вас вот этого нет вова не работает потому что там он дома сидит ой это 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 то есть но кому-то что-то доказывать зачем кто эти люди сегодня они есть завтрих нету да сегодня пришли они тебя обожают целуют в попу да вот накрывают для тебя столы вот как у для того блогера да а завтра они тебя поносит самыми последними словами вот не хотят с тобой знации настраивают других людей да то есть как бы возглавляет вот это вот хейтерское сообщество вот и всячески тебя поносит вот и я уверена вот тут та сторона которую вот поносит понимает что да еще один человек оказался не тем и знаете вот с каждым днем я понимаю что на самом деле блогерство к сожалению у него есть очень такой неприятный побочный эффект к сожалению одиночество да потому что как ни крути те зрители которые тебя смотрят если ты являешься так сказать блогером который показывает жизнь да то есть не несет что-то такого прям полезного да а чисто вот на аудиторию женскую основу чаще всего как ни крути женщины чаще всего они так сказать более любит распускать плетни женский коллектив я вот никогда этим не отличалась да мне просто интересно как бы меня это волнует тема я никогда этим не отличалась может быть из-за этого меня многие и не не понимают да у меня не так много подруг у меня их вообще нету вот то есть таких прям вот реальных и я даже и не хочу ни с кем близко общаться потому что вот я смотрю вот на вот это все да вот я вижу как вот человек общался не общался то есть кто-то нам говорит что она зазвездилась типа вот ей все должны да блин зачастую люди которые с ней хотят общаться они им самим что-то от нее надо понимаете им самим что-то нужно от нее точно так же как и от нас тоже что-то нужно нас пытаются вывести на конфликт нас пытаются вывести на какие-то разборки вот а я предпочитаю просто отмолчаться уйти в сторону да вот я такой человек кто-то называет меня трусихой но знаете намного больше нужно сил и так сказать терпение выдержки вот я кстати с ромой вчера разговаривал рома привет тебе а вот что знаете просто вот сдержаться да то есть вот не не поддаваясь на вот эту вот разборки на не тратить свои нервы а вот это тоже очень большой нужны силы и терпение вот так что знаете на самом деле вот к сожалению зрители очень сильно влияют на жизнь того или иного блогера вот зачастую то каким он становится те слова которые он говорит начинаются вот именно с тех моментов когда блогера просто начинают травить причем по страшной силе я конечно не из того не стою оперы что там знаете там проклинать кого там смерть чего-то желать нет я так делать не буду хотя знаете иногда вот так вот читаешь когда нам желают чуть ли не смерти чтобы сдохли чтобы вы ваш канал закрыли и такое сплошь и рядом да вот но конечно дико неприятно все это слышать все это слушать но нужно очень большое терпение что-то у меня плохо кстати разглаживаются очень большое терпение нужно но при этом всегда уже оставаться человеком как я уже говорила я никому в друзья не напрашиваюсь я никому ничего не предлагаю все люди которые хотят со мной общаться они это их собственное желание если им что-то не нравится во мне так лучше вообще со мной не общаться точно так же как и с тем человеком а говорить что вот короче смысл в том смысл в том я не знаю как вот про это все говорить да то есть это такая тема достаточно скользкая вот просто вот одно и то же вот одно и то же пишут да там пухает да подписчиков накручивают да это она да это ее твинг блин вот одно и то же представляете вот пишут одно и то же что там что тут а может быть из-за того что зрители одни и те же и спрашивается может быть это не блогер плохой может быть это сам зритель что-то вот хочет такого ну и соответственно блогера если он так сказать не дурак и если у него цель получить какую-то выгоду что то там не знаю как то самовыразиться то есть он так сказать зритель заказывает музыку блогеры и делает вот я вот просто говорю у меня тема такая так сказать накипела я вот подумал что блин так хочется высказаться на самом деле просто ситуация один в один понимаете вот просто один в один вот даже слова одни и те же конечно блин сидят и там накручивать подписчик я уже говорила я никогда не накручивала подписчиков когда я только делала каналы до были возможности я изучала как работает эта система я знала как это все делается да но я понимала что если я хочу делать канал надолго на долгую перспективу то смысл мне этим заниматься понимаете потому что youtube не дурак это много миллионная многомиллиардная компания google которая отлично знает как работает вся эта система и правильно говорил александр некрошевич очень хорошие знаете гуру youtube а вот вовчик его не очень любит там называют евреем хотя некрошевич он белорус почему-то он называет а умный еврей и так далее опять свою еврею смотришь как мне вовчик говорил я полгода смотрела вот он говорил что на самом деле все эти цифры все эти подписчики все эти лайки все это комментарии это всего лишь пузомерка для youtube а сейчас двадцать первом веке от 21 году до для него вообще не важно не количество подписчиков не количество лайков не дизлайков ничего вот там определенные свои алгоритмы которые смотрят за поведением людей а вот и соответственно уже дают показы блогеру либо не дают вот так что вы думаете что вы умнее что ой давайте не будем писать ей комментарии ой давайте от нее отпишемся просмотры у нас у нас люди нас смотрят у нас более пятидесяти процентов люди нас смотрят без подписки без подписки всем не подписанным привет а вот но потом очень сильно удивляются когда приходит на стрим и город ой ты даже не то не читаешь мои сообщения потому что их не читаю потому что вы их не отправляете потому что спасибо ютубу который дал возможность проводить стримы чисто для подписчиков и это здорово вот опять же вернусь вот к ребятам которые вот утром обсуждала это был канал так дом на море или как так не помню в общем татьяна максим с мужем алексеем они живут в паттайе тоже знаете вот на них одни там блогеры гонят прям вообще по страшной силе такие сякие ой они прям у нас промы это то все и опять же я слушаю и вот вижу все то же самое все тоже все повторяется понимаете все повторяется и вот есть зрители которые бегают с одного канала другой канал интересуется ой а как тут а как тут а как тут спрашивается вы чё пришли смотреть что вам показывают таиланд или сидеть разбираться вот в этих вот извините меня скандалах интригах если кто-то не может нормально существовать и ему нужно всего лишь какие-то интриги так сказать вокруг себя до подводить то надо понимать что постоянно придется поддерживать интерес зрителей понимаете постоянно потому что если ты когда-то закончишь тему и начнешь там как-то про себя вещать да никому ты будешь не интересен вот никому ты будешь не интересен а вот того которого ты обсуждаешь вот ему можно сделать все что угодно я вот сейчас сижу занимаюсь так сказать домашними делами глажу глажкой занимаюсь что хочу вечером постелить красивенько чтобы было кстати девочки я не знаю почему это вот изо льна и учета я смотрю и она как-то вот смотрится как мятая хотя может быть это такая ткань вот я вам хорошо глажу у меня коттон у меня даже ведь с отпариванием как-то она прям плохо разглаживается вот так что к сожалению да и вот опять же повторюсь что знаете я сделаю вывод что блогер к сожалению это одиночество что если ты не хочешь чтобы тебя поспоругали твои же зрители с твоими же близкими там не знаю с родными с друзьями то лучше на самом деле их не показывать вот вы спрашиваете почему вы этих не показывать потому что есть такие знаете люди кремень вот которым пофигу кто чего пишет кто чего а есть такие которым учета написали ой а про вас это про вас то кстати мило милка или как там милка малышка привет я скоро кстати к виталию собираюсь можете опять ему писать какая я плохая да надо в instagram обязательно пишите чтобы это предупредить его что виталий она к вам идет я всегда говорил про виталия только хорошее да как и про остальных людей да потому что если мне что-то не нравится я всегда говорю мне что-то не нравится причем мне хватит сил и смелости сказать это человеку в лицо А если мне что-то не нравится Или еще что-то Или я не хочу просто идти на конфликт Я просто тихо, спокойно уйду И все, и не буду Разводить, почему вот Грязь поливать, зачем Зачем Смотрите, какая красота Но вот видите, лен, да Он вот видите, такой, как мятенький получается Хотя вроде я с двух сторон хорошо пыталась прогладить Вот видите, красота какая У нас там вечер будет хорошая такая льняная штучка У меня там Вован спит Вот я решила, так сказать, полезным делом заняться А вот так все Дорожки наши я погладила Хотя вот я смотрю на эту льняную И она прям совсем не глажена Квавленью, квавленью Глажу я медленно Потому что я не очень умею это делать Так я это что-то не понимаю Вроде у меня кот, он самая максималка Вроде пар тоже включила Или так плохо оно отглаживается Или сколько оно гладить-то Может долго оно отгладить В общем, короче, я профан, девочки, в глажке Я еще та домохозяйка Вот И зачастую ваши выпады в мою сторону, они оправданы Поэтому я и не обижаюсь Вот мы с Ромой тоже вчера говорили Он говорит, Нина, как же ты все это терпишь Я говорю, Ром, ну потому что не обижаюсь Потому что понимаю, что многие моменты, они оправданы Да и смысл обижаться на людей Которые тебя совершенно не знают Которые тебя даже не пытаются узнать Которые тебя судят по мнению других людей По мнению других блогеров Которые просто, ну, не знаю Не хочу оскорблять Не хочу как-то вот что-то говорить Ну, не знаю, я не понимаю людей Когда идет оценка другого человека По мнению другого человека Спрашивается, у вас что, своего мозга нету? Что вы не можете оценить другого человека? Вот лично, что я вам сделала? Вот какие-то там моменты, я говорю Они все индивидуальны Я уверена на 99,9%, что очень многих людей В реальной жизни у них там намного все хуже И отношения в семье хуже И отношения мужа с женой хуже И дом-то у них не такой идеальный Как они хотят представить Засрав мой дом Но легче всего, как ты знаете Человека, который тебя раздражает Который тебя бесит Который, может быть, возможно Ты, так сказать, завидуешь Опустить на свой уровень Не самому подняться на его уровень А опустить этого человека на свой уровень Потому что подняться очень тяжело Понимаете? А опустить легче А еще особенно, когда у вас толпа Когда у вас много Вот, и можно просто человека Коллективно, так сказать, загнобить Вот Хочу еще Вовке на эту поглазить Майку, любимую Очень уж он ее любит Вот Сейчас погладим Будет красиво Я тогда, знаете, смотрела сам Вэла Вот У него был, по-моему, стрим Если я не ошибаюсь Он тогда говорил, что Вот появляются светлые люди Вот И вокруг него всегда Какое-то, я не знаю Злость, не злость Какая-то вот Зависть Гниль, чернь Я не помню, как он говорил Ну, очень так красиво Он же все-таки Занимается там Искусством То есть он певец Вот И он говорил, что Вот эти вот люди пытаются Очернить Принизить Опустить Этого святого человека На свой уровень Очень красиво он так говорил Прямо интересно было Вот И говорю Как вот я начинала канал Да То есть я хотела Чего-то достичь Да То есть я Как вот Помню канал Вечное лето Тогда помню Постоянно гнобили Ой, они такие Ой, они сякие Ой, 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 ой Ой, говно, говно Вот И в итоге Ну А все же хотели Путешествовать И при этом Получать какие-то доходы То есть это же так круто Ой, вы не работаете Ой, лохотрон Да, поддавалась Иногда, знаете На редкие Так сказать Ну Тоже На мнение толпы Вот Но Вовремя себя осекла И поняла Что если я хочу Чего-то добиться Я должна Стараться Ну, стараться И когда я Окунулась Во все это Я поняла Насколько серьезно Насколько сложно Все это дело Да Что это вот Только кажется Со стороны Что ой Что ты делаешь Снял Поел И все Что вот Ты пойди На завод С 8 до 8 Ребят Вы отработали На заводе Вернулись домой И вообще Пофигу Как этот завод Чего этот завод Вы свое дело Выполнили Вы денежку Получили И забили Вот А тут Каждый день Борьба Каждый день За место Под солнцем Понимаете Потому что Каждый день Появляются Какие-то Новые Блогеры Кто-то Хочет тебя Опять же Очернить Прилипнуть К тебе Да Вот Хоть как-то Получить Свою минуту Славы Если Так сказать Сам рожа Не вышел Интересно И вот Пытаются За счет Тебя Хайпить И вот Нужно Находить Себе силы Чтобы Вот Не Бросить Все Чтобы Остаться На плаву Чтобы Быть Сильным Вот Так что На самом деле Сплетни 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 Вот я Уже сказала Я не хочу Больше Участвовать Никаких Сплетнях Я Дико Постараюсь Не лезть Никаким Блогером И вот Сейчас Даже Знаете Я говорю Я не называю Не буду делать Никаких Своих Суждений Но Опять же Повторюсь Чем больше На человека Гонят Тем больше Я понимаю Что Гон Он Неправедный Все Смотрите Погладила Вовке Рубашку Майку Красота Все У меня там Эта стирка Доделывается Ну все Мои хорошие Я вам все сказала Сидите и думайте Но Насчет комментариев Знаете К сожалению Комментаторы Многие Вот Они видят Только то Что хотят увидеть Что Соответственно По Подписчикам Что Ой Накручено Накручено Ребят Списывает Это все Это всего лишь Пузомерка Красивая цифра Те люди Которые Орут Что Вот Накручено Если они знают Где и чего И как Почему они Себе не накрутят Спрашивается Если бы я умела Накручивать То я бы Наверное Себе уже Сто тысяч Сделала бы Понимаете Если бы я умела Там Баны Блоки Раздавать Наверное Б уже Давным-давно Все это сделала Если бы я была Такая плохая Наверное Б муж от меня ушел Но он пока со мной И слава богу Всех люблю, всех целую Ребята Будьте добрее К людям Думайте своей головой Никогда не поддавайтесь На мнение толпы Потому что Толпа Она сегодня есть Завтра нету Сегодня она тебя ненавидит Завтра она тебя любит И наоборот Сегодня она тебя любит Завтра тебя ненавидит Вот И если кто-то Выбрал путь Блогерства Нужно быть готовым К такому последствию Как одиночество Потому что Каждому от тебя Что-то нужно Кому-то общение Кому-то пиар Кому-то Не знаю Ну что-то нужно Настоящей дружбы Знаете К сожалению В интернете нету Все Люблю, целую Увидимся в следующих выпусках Я тут наболтала вам На полчаса Ну зато видите Доброе дело сделали Погладили Всех люблю Всех целую Увидимся в следующих выпусках Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok